Что русскому хорошо, то немцу смерть. Так и с долларом. Импортеры от растущего курса валют хватаются за голову, а экспортеры, напротив, в активном поиске новых зарубежных бизнес-партнеров. Итоги и перспективы внешнеэкономической деятельности Донского региона сегодня в программе разные взгляды. Сначала немного статистики. По итогам 9 месяцев прошлого года внешний торговый оборот Ростовской области составил 4,652,000,000 долларов. Это почти на четверть меньше, чем годом ранее. Однако в физическом объеме товарооборот вырос на 19%. И самое важное, что экспорт превысил импорт на 1,760,000,000 долларов. Как и в 2014-м, основными партнерами нашего региона по внешней торговле в минувшем году были страны дальнего зарубежья. Турция, Украина, Китай, Швейцария, Египет, Саудовская Аравия, Италия, США и Германия. Международное сотрудничество – одно из важных направлений развития донской экономики. А потому на повестке первого в этом году расширенного заседания правительства был и этот вопрос. Ревизия подписанных договоров о сотрудничестве показала, что многие из них рамочные. Именно такими признаны 83% из 70 межмуниципальных соглашений с зарубежными партнерами. Когда такие соглашения подписываются, они работают, извините, один день, в день подписания. А дальше их реализация, не наполненная конкретностью, не представляет никакого интереса. Что мы делаем и что будем делать, в том числе с учетом вашей зоны ответственности по наполнению практическим содержанием тех документов, которые подписаны? Васильевич, выполняя Ваше поручение, мы сегодня приступили к конкретному наполнению содержанием, конкретным содержанием все соглашения, которые были ранее подписаны. Сегодня мы их переподписываем и также к разработке новых соглашений. Вот примером, где можно сказать, очень хорошо получилось, это наше соглашение с Белоруссией. На два года разработаны очень конкретные мероприятия, которые выгодны обеим сторонам. В этом году планируется подписать еще ряд соглашений с Арменией, Азербайджаном, а также итальянским регионом Тоскана. Вектор внешней политики России меняется. Для отечественного бизнеса широко открывают свои двери страны, которые раньше не были так активны. О нарастающем интересе к Румынии шла речь на встрече главы Донского региона с новым генконсулом. Я считаю, что и в Румынии, и в Ростове люди не знают очень много о возможностях, по которым мы можем сотрудничать с вами. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества. Ростовская область интересует румынские наработки в АПК, энергетике и транспорте. Найти новых партнеров донские предприниматели смогут уже через несколько месяцев. Губернатор предложил организовать презентацию возможностей области для румынского бизнеса. Главное, вы правильно сказали, чтобы у нас должна быть конкретика в наших отношениях, чтобы и мы, и бизнес находили интересные совместные пути для общения, ну и в итоге это будет взаимовыгодно и бизнесу, и ростовскому, и румынскому, и людям, которые у нас живут. Румыния – самая большая страна Юго-Восточной Европы. Живут в ней чуть больше 20 миллионов человек. Внешний торговый оборот донского региона с Румынией по итогам прошлого года около 23 миллионов долларов. Мы экспортируем электромашины, оборудование, химию, пластмассу, минеральные продукты, а взамен получаем румынский наземный транспорт, суда, лодки, каучук, резину и дерево. Донской регион открыт и привлекателен для иностранных инвесторов. К такому выводу пришли участники дипломатического приема, который ежегодно проводит областная торгово-промышленная палата. Кризиса в международных взаимоотношениях на Дону нет, отметили все участники встречи – представители Румынии, Испании, Белоруссии, Монако и Франции. Руководители многих крупных компаний, члены делегаций иностранных государств, посетивших Ростовскую область в прошлом году, буквально все выражали готовность и желание к продолжению сотрудничества. В прошлом году наш регион посетило порядка 20 зарубежных делегаций. Приезжали послы Швейцарии, Чехии, Польши, Индонезии, Румынии, Германии, Монако и других государств. Да, сегодня есть санкции, но санкции приходят и уходят, добрые отношения остаются. Мы всячески стараемся их сохранить и в будущем приумножить. В прошлом году Ростов стал третьим по счету мегаполисом России после Москвы и Санкт-Петербурга, где княжество Монако открыло свое представительство – приоритет развития туризма. Мой был получен перечень вопросов, связанных с организацией туризма, ВИП-туризма на территории области, на территории края. Ну и поскольку отвечаю, естественно, еще за Юг России, на территории Краснодарского края, все, что с этим связано. Ну, с учетом того, что я сам ростовчанин и здесь родился, естественно, для меня приоритетное продвижение нашего областного туризма. В конце встречи Михаил Чернышев вручил приветственный адрес губернатора, сложившему полномочия генконсул Армении в Юхо Рарату Гамцяну. На Дону дипломат проработал 12 лет. Китайский город Хуаньшань хочет стать побратимом Ростова. Соглашение об этом планируется подписать этой весной, а вот протокол о намерении установить дружеские связи между китайским Суджоу и Волгодонском уже подписан. Этот город расположен в провинции Аньхой. Надо отметить, что и сама провинция словно брат-близнец Донского региона. Смотрите сами. Заметную роль в экономике Аньхой играет река Хуанхэ. Как и Дон, это главная водная артерия провинции. И зовут китайцы свою реку так же ласково, как и мы. У нас Дон батюшка, у них Хуанхэ матушка. А потому союз двух регионов обещает быть чрезвычайно гармоничным. Мы в принципе можем соединить любые предприятия Ростовской области с любым китайским предприятием по направлениям. Это одна из основных задач, которую мы решили уже в этом году. Потому что в том году было формально подписано соглашение, в этом году уже началась практическая работа по реализации этого соглашения. Темпы роста экономики Аньхой просто сказочные. Показатели ежегодно растут в десятки раз. Те, кто впервые приезжают в Китай, отмечают невероятно развитую инфраструктуру. Дороги, мосты, развязки, эстакады – все это результат здоровой экономики. По части управления городами у китайцев тоже есть чему учиться. Еще в середине прошлого века Китай был сельской страной, а потом началась урбанистическая революция. Будущий побратим Волгодонска, город Суджоу, сейчас крупный промышленный центр страны. С населением больше 6 миллионов человек. Китай на сегодняшний день сублимировал вообще в целом, наверное, общемировой опыт градостроительства. И именно реализация этого опыта была бы, наверное, полезна для города Волгодонска. Потому что город Волгодонск на сегодняшний день имеет в части городского строительства, наверное, ряд проблем, которые связаны с достаточно активным строительством новой части города. И потом точно так же это активное строительство в одночасье практически остановилось. Это было связано с общегосударственными проблемами. В первую очередь на сегодняшний день мы понимаем, что ввиду развития атомной энергетики в город Волгодонск в любом случае будет определенный приток инвестиций. Статус городов-побратимов упрощает обмен делегациями и бизнес-миссиями. Примечательно, что китайские инвесторы готовы вкладывать деньги в развитие волгодонской агломерации, создавая общий бизнес. Первым в совместной деятельности с Поднебесной приступает мебельная фабрика «Алмаз». Рабочая поездка мэра Волгодонска в Ваньхой обернулась не только дружбой городов, но и предприятий. Китайская компания «Дилонг» намерена строить в городе завод по производству декоративной бумаги. Этот материал используется и в мебельной промышленности. Предприятие планируется разместить на площадях «Алмаза». С последним падением курса рубля ситуация в мебельном рынке, да и не только в мебельном, но и в всех отраслях для российского производителя улучшилась. Почему? Потому что себестоимость продукции, производимой на территории России, значительно ниже, чем в Китае. И не говоря уже о Европе, а о других странах. Мы только приехали с выставки международной, которая проходила в Москве на Краснопресненской набережной. Ну спрос по импортозамещению был колоссальный. Арифметика простая. Теперь мебельный гарнитур донского производства стоит в два раза дешевле китайского. По такой цене надо брать, думают не только в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Впервые заказ на Волгодонскую мебель пришел из Европы. 64 гостиные, по одной в каждый магазин сети, уже уехали в Сербию. В планах еще и поставки на Филиппины. Город Волгодонск – это мебельный кластер. Его представляли на этой выставке комбинат древесных плит под торговой маркой «Трия» и наша фабрика. По большому счету, два самых больших стенда. Можно сказать, что мебельная индустрия переместилась на территории Ростовской области. Мебельная фабрика «Алмаз» на днях вошла в престижный перечень губернаторскую сотню. А это значит, что когда китайские бизнесмены начнут возводить свой цех, то проблем с подключением к сетям и административных барьеров не возникнет. Наращивать объемы производства готовы и еще одно предприятие Волгодонска. ТАПАС уже много лет производят бензоколонки. Большая часть деталей приходит из Китая. «Получаем из Китая комплектующий гидравлического узла. Это насосы, двигатели, датчики расхода и объемомеры». Выбрать надежного китайского поставщика не так легко, как кажется на первый взгляд, говорит Сергей Анохин. «Ту же самую номенклатуру изделия могут делать и нормальные предприятия, которые имеют у тебя и штаты, и контроль по технологии производства. И делают также кустарно. Такие же точные изделия, отличить их по внешнему виду очень сложно. Это может только в процессе эксплуатации. Поэтому прежде чем заключать договор с китайскими поставщиками, надо прежде всего посмотреть предприятие, технологию изготовления». Личный контроль и регулярные проверки качества. Только так можно гарантированно получать качественный товар, сетует предприниматель. И все же менять поставщика ТАПАС не планирует. На данном внешнеэкономической деятельности занимаются больше 2000 предприятий. В прошлом году в полку экспортеров прибыло, добавилось 40 компаний. Те, кому интересно, зарубежные рынки могут обратиться за помощью в областной центр поддержки экспорта. В прошлом году его поддержкой воспользовались три сотни фирм. Одна из них – Пластфактор, производитель напольной плитки. Выглядит как кафель, собирается как пазл. Эти удобные замки – собственное ноу-хау. Всего же у предприятия шесть патентов на изобретение. Уличная плитка, она изготовлена из полипропилена, тоже разработана нашими инженерами. Она уже включает в себя компенсационный элемент, который позволяет покрытию быть устойчивым к уличным нагрузкам. То есть от минус 50 до плюс 60 температура выдерживает покрытие. И можно застилать уличные площадки в детских садиках, так и в частных домах. Практичность донской плитки уже оценили посетители Олимпийского парка. Фишт, Шайба, Адлер-арена – напольное покрытие там от ростовского производителя. Нынешний курс валют открывает для дончан новые европейские горизонты. Мы уже поставляем в страны СНГ, это Беларусь, Казахстан, Армения. И сейчас готовится сертификация для поставок в еврозону. То есть мы проходим испытания, уже система СО у нас внедрена на завод. И планируем в начале этого года уже получить сертификат ЕС. А вот контракт с белорусскими компаниями уже подписан. Выгодное соглашение заключили по итогам поездки, организованной Центром поддержки экспорта. Мы встречались с торгпредством, ездили к ним непосредственно на территорию. Они приезжали к нам на стенд, который был в выставочном центре. Нам организовывали встречу с Белэнерго. То есть мы выезжали с презентацией нашей продукции. И довольно это успешно, то есть есть уже запросы. Новые заказы на плитку, массажные коврики и элементы кровли вынуждают компанию расширяться. А пока производство ютится на арендованных площадях. Руководство компании уже подбирает подходящий участок земли для строительства нового завода. С помощью Центра поддержки экспорта выгодный контракт заключил и еще один донской производитель. Ростовский комбинат шампанских вин впервые вышел на белорусский рынок. Двери в белорусские магазины для ростовского шампанского открыли только с третьей попытки. Два раза виноделы самостоятельно ездили на различные выставки и форумы. Результата не было. Договоренности появились по итогам встреч в торгпредстве, организатором которых выступил Центр поддержки экспорта. Мы очень довольны результатами. Хочу отметить, что в процессе выставки мы были удивлены, насколько по вкусу пришлась наша продукция белорусским потребителям. На сегодняшний день несколько компаний ведут с нами переговоры о сотрудничестве. И с одной компанией договор уже находится на стадии подписания. В планах РКШВ поездка в Китай. И теперь только с Центром поддержки экспорта. В 2016 году вектор продвижения наших товаров и услуг будет направлен на восток. Если в конце 2015 года мы завершаем поездку во Вьетнам, как одно из самых перспективных направлений развития отношений, то безусловно в следующем году мы продолжим наши отношения с Китаем, продолжим отношения с Индией и странами восточного региона. Государство возьмет на себя расходы по участию компаний в зарубежных выставках и форумах, а также B2B-переговорах, а предпринимателю нужно оплатить всего лишь перелет. На сегодня это все. Программа будет выложена на наш сайт don24.tv. Вы можете оставить комментарий. А если вы хотите стать соавтором телесюжетов, предложив хорошую тему, пишите нам или звоните по телефону 8 800 500 ровно 8642. До встречи на нашем канале и удачи в делах! Одежда ведущим предоставлена магазином Mango.